МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поставили ему задачу сделать мощную систему обороны Украины, перестроить систему обеспечения и логистику войск, в том числе и с учетом положительного опыта Национальной гвардии Украины. На кардинально другом уровне стоят сейчас вопросы международного сотрудничества, включая военно-техническую и военную кооперацию с нашими партнерами. С странами НАТО, Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки, Канадой и другими. Новоднозначенный глава Минобороны Степан Полторак, в свою очередь, отметил, что четко понимает, что нужно делать на новой должности и какая ответственность на него возложена. Украина нуждается в мире. Гарантом может быть только современные, хорошо подготовленные, мобильные и хорошо оснащенные вооруженные силы Украины. Я четко понимаю и знаю, что необходимо делать. Для этого мне нужно время, ваша поддержка и помощь. Ваша поддержка и допомога. И вот краткая информация о новом главе оборонного ведомства. Полторак Степан Тимофеевич родился 11 февраля 1965 года в селе Веселая долина Тарутинского района Одесской области. На воинской службе с августа 1983 года. В 1987-м закончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище МВД СССР. В 1997-м военную академию вооруженных сил Украины. Службу проходил на должностях командира взвода, роты, начальника штаба батальона, командира батальона, полка, бригады. С должности начальника управления боевой и специальной подготовки внутренних войск МВД Украины в марте 2002 года назначен начальником Академии внутренних войск МВД Украины. Указом президента Украины 28 февраля 2014 года получил должность начальника главного управления, командующего внутренних войск МВД Украины. 15 апреля 2014 года постановлением Верховной Рады назначен командующим Национальной гвардии Украины. Верховная Рада также приняла антикоррупционный пакет законов. Кроме того, народные депутаты поддержали законопроект о реформе прокуратуры. Также усилили ответственность за нарушение избирательных прав украинцев. В парламенте сейчас работает наш корреспондент Анна Каменева. У нее узнаем все подробности. Аня, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Вика. Действительно, хотелось бы начать с позитивного результата голосования за и антикоррупционные законы, и за прокуратуру, и за усиление ответственности за нарушение избирательных прав граждан. Но сейчас не могу не начать с того, что сейчас происходит под парламентом. Здания Верховной Рады уже около часа атакуют активисты. Их на площади независимости около тысячи. Слышны взрывы петард. Также активисты стреляют из рогаток в окна. И еще чем-то непонятным, потому что одно стекло уже посыпалось, и в других окнах есть дыры от выстрелов. И еще раз повторюсь, непонятно, из чего стреляют активисты. Сейчас здесь, в кулуарах парламента, представители правоохранительных органов прямо здесь переодеваются в свою амуницию, чтобы выйти на улицу и защищать порядок. Никого из здания парламента не выпускают, ни журналистов, ни депутатов. Поэтому мы пока находимся здесь. Причиной такого поведения активистов стало то, что депутаты 7 раз пытались включить в повестку дня законопроект, который признает УПА воюющей стороной за независимость Украины во время Второй мировой войны. Однако депутаты 7 раз пытались включить этот законопроект в повестку дня. И после этого пошли на консультации под звуки взрывов петард. Что самое интересное, что фракция «Свобода», которая привела сюда этих активистов традиционным маршем УПА на мирный митинг, как они говорят, всячески поддерживает действия активистов и поддерживает то, что они стреляют из рога, так что они взрывают петарды. Более того, говорят, что именно таким путем можно добиться справедливости и признания героев УПА. После консультации в сессионный зал зашел спикер парламента Александр Турчинов. Он не смог не прокомментировать эту ситуацию, которая сложилась под зданием парламента. Он сообщил, что на повестке дня было много социальных и экономических законопроектов, но сегодня в таких условиях, в условиях, когда совершаются попытки штурма Верховной Рады, депутаты не могут нормально работать, поэтому он закрывает сегодняшнее заседание парламента. Хотя по плану депутаты должны были работать до 6 часов вечера. Но вместе с тем Александр Турчинов отметил, что может быть собрано внеочередное заседание, которое надеется провести уже в нормальных условиях, а не под звуки петард. Активисты пока что под зданием парламента все еще находятся и не расходятся, хотя заседание уже закрылось где-то минут 20 назад. Ну и хотелось бы отметить, что действительно сегодня, возвращаясь к принятым сегодняшним законопроектам, хотелось бы отметить, что очень важный день был в парламенте, потому что депутаты проголосовали и за закон о прокуратуре. Этот документ должен был приняться еще 23 года назад, говорят депутаты. Ну а сейчас они отмечают то, что благодаря этому закону прокуратура избавляется право общего надзора, а также функция следствия переходит к Государственному бюро расследований. Кроме этого, депутаты проголосовали за весь пакет антикоррупционных законов. В частности, правительство обяжет открыть госреестр недвижимости, также обяжет все украинские компании открыть информацию о реальных собственниках этих компаний, этих предприятий. Кроме этого, все высокопоставленные чиновники, судьи, прокуроры и представители правоохранительных органов будут обязаны в электронном виде декларировать не только свои доходы, но и расходы. И эти декларации будет проверять специально созданная национальная комиссия. Также депутаты эти документы рассмотрели и также создали национальное антикоррупционное бюро, которое займется расследованием непосредственно фактов коррупции. Все эти законопроекты пообещал президент, что подпишет сразу же после их голосования. Поэтому можем ожидать, что в скором мы уже увидим эти законы в действии. Ну а на этом пока все. Студия. Спасибо, Аня. Напомню, на связи со студией из Верховной Рады была наш корреспондент Анна Каменева. День защитника Украины будет отмечаться ежегодно 14 октября. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко, и он уже опубликован на его сайте. В документе говорится, что это сделано с целью честования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, с содействием дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе. В то же время указ, устанавливающий Днем защитника Отечества 23 февраля, признан утратившим силу. Петр Порошенко убежден, что день 14 октября, который ранее был праздником запорожских казаков, станет одним из главных праздников в календаре Новой Украины. Как известно, сегодня отмечается покрова Пресвятой Богородицы, а также День Украинского казачества. Кроме того, 72-я годовщина создания УПА. Близ Бахмутки в Луганской области идет бой. Об этом сообщает глава областной госадминистрации Геннадий Маскаль. По его данным, боевики напали на 31-й и 32-й блокпосты Нацгвардии, которые штурмовали накануне. Бой продолжается и в эти минуты. Подожжены украинский БТР и боевая машина пехоты. Связь с блокпостами потеряна. Туда направили подкрепление регулярных вооруженных сил и Нацгвардии. По словам главы Луганской ОГА, никакие переговоры о прекращении огня с боевиками не имеют результатов. Террористы на покрову готовят провокации с обстрелом церквей в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его словам, боевики и российские наемники распространяют лживую информацию о том, что украинская армия в христианский праздник якобы собирается наносить арт-удары по церквям в зоне конфликта. В связи с этим не исключены вооруженные провокации со стороны боевиков под видом сил АТО, отметил военный эксперт. Всего же за минувшие сутки террористы более 30 раз нарушали режим тишины. Они обстреливали позиции украинских солдат из всех видов вооружений, предоставленных им из Российской Федерации. Наиболее активно обстрелы производились близ населенных пунктов Пески, Чернухина, Дебальцево, Толоковки, Ольховатки, Авдеевки, Тоненького, Счастья, Станично-Луганского, Новотроицкого, Красногоровки, Гранитного, Никишиного и Павлополя. В Донецке в результате обстрелов ранено двое горожан. Они уже госпитализированы, об этом сообщает пресс-служба Горсовета. Сейчас в Донецке также неспокойно. В частности, в Кировском, Киевском и Куйбышевском районах периодически раздаются звуки залпов и взрывов. Контрразведка СБУ задержала в столице гражданина Украины, который на протяжении марта-августа участвовал в террористической деятельности так называемой ЛНР. Боевик принимал активное участие в захватах административных зданий в Луганской области и входил в бандитское формирование «Мотор». После освобождения города Попасное украинской армии бежал, зарегистрировался как вынужденный переселенец и приехал в столицу. Здесь собирал данные о передислокации украинской армии и передавал ее своим предводителям. По решению суда сейчас он находится под стражей. В СБУ призывают не поддаваться на провокации против Украинской православной церкви Московского патриархата. И, как заявляет пресс-центр ведомства, провокационные листовки активно распространяются в соцсетях в пророссийских группах с целью разжигания межконфессиональной вражды. Они содержат высказывания против священников этой церкви, провоцируют не оставлять пожертвования и не ставить в ней свечей. СБУ призывает не поддаваться на провокации, поскольку цель разработчиков спровоцировать противостояние между теми, кто купится на эту ложь, и теми, кто придет на защиту так называемых жертв. Отметил советник главы СБУ Маркиан Лубкиевский. Он просит граждан быть мудрыми и блокировать попытки сеять раздор в обществе. Напомним ранее, готовящихся в подобных провокациях предупреждал и предстоятель православной церкви Киевского патриархата Филарет. Ну и пока на этом все. Еще увидимся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»